Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу журналистских расследований Инсайт. Меня зовут Дмитрий Пастухов и сегодня в нашем выпуске. Юридическая формальность против справедливости. Пожилой мужчина после смерти жены узнал, что не только не был в браке, но и не имеет права на свою половину квартиры и теперь судится со своей правнучкой. Объявления в интернете, вежливый строитель и потерянные деньги. Почему договор не поможет отстоять свои права и как уберечься от нечестных строителей? Раздел наследства. Пожалуй, с этим бытовым аспектом жизни придется столкнуться практически каждому. Но зачастую смерть близкого человека становится причиной бескомпромиссных споров между родственниками. Вот об одной такой истории сейчас расскажет Артур Захаров. Герой нашей истории, 86-летний Николай, оказался, казалось бы, в невероятной ситуации. После смерти своей спутницы он неожиданно для себя узнал, что не только якобы не был в браке, но и не имеет права претендовать на половину квартиры, в которой прожил более 40 лет. Он 60 лет был в браке. Супруги считали, что они являются супругами друг друга. Пошел брать свете из того смерти, мне говорят, так вы разведенный. Я в руках разведенный. Иди. Человек, который, скажем так, получил эту квартиру, сейчас практически лишен ее. Я не верил, что такое может быть. Для Николая эта история началась с личной трагедии. В свои 80 лет он бросил работу, чтобы ухаживать за заболевшей женой Ниной. Ну, она у меня и астматики, и гипертоники егаются в нее. Это с обедной позвоночник у нее, он сломан был, упала. А когда у Нины отказали ноги, в 2016 году он оформил попечительство. Да, она была в кресле, ухаживал Николай. Иногда я приходила помыть ее, помочь ему. А потом уже в последнее время, когда уже совсем плохо было, ну и здесь в больницу, в Портовую отправили ее. 2 ноября прошлого года Нина умерла. С Николаем они прожили более 60 лет. Ну, он был очень такой, ну, взволнованный был, конечно. Растерянный, я бы сказала. Я сейчас остался здесь один, вот хорошо, там Валя помогает, это все обходит. Мой сын был женат на внучке Нины Фисенко. И, соответственно, я все эти годы вот с этой семьей была связана. Она наблюдала и была свидетелем их семейной жизни. Однако оказалось, что это лишь начало проблем. Пошел брать свете из того смерти, мне говорят, так вы разведенный. Я в руках разведенный, иди. Это было, знаете, как вот гром среди ясного неба. Как в день смерти он такое узнал? Если бы не пара обстоятельств, это можно было бы счесть всего лишь неприятного недоразумения. Во-первых, квартира, которую Николай и Нина получили в 1976 году, была приватизирована на имя жены. Приватизировать мог только один человек на себя. Вот так получилось. Нина, жена, значит, приватизировала на себя. Я еще и спросил, почему-то. Она говорит, да какая разница? Во-вторых, Нина завещала все свое имущество правнучке Диане. И это не имело бы значения, если не брак, который признали недействительным. Половина, я говорю, Диане, я возражаю, пожалуйста. То, что бабушка ей, я говорю, отписала половину, пускай еще. Но положено же мне то, что то. Половину этой квартиры. Нотариус рассудил иначе. Сложим два обстоятельства. Квартира записана на Нину, и записи о ее браке с Николаем нет. Получается, он посторонний человек. И нотариус по-другому сделать не могла. Вся квартира принадлежит Диане. И несмотря на то, что Диана не прожила в этой квартире фактически не дня, формально все верно. С другой стороны, Нина и Николай получали квартиру вместе. И приватизировали ее тоже вместе. И поэтому кажется справедливым, что Николай может претендовать на свою долю. Сначала Диана согласна была на то, что половину... Однако затем делами тогда еще несовершеннолетней Дианы занялась ее бабушка Татьяна. Мы уже встречались с Дианиной бабушкой биологической. И она все время говорит, да нет, все в порядке, что вы беспокоитесь. И все будет пополам, как положено. Впрочем, как говорит Николай, после оформления наследства тон поменялся. Когда слыхали, что я разведенный, значит, меня брак аннулировал, значит, решили победить тактику, решили забрать все. Ну, не выгнали, конечно, он живет здесь, но в принципе он не имеет никаких прав тут. Николай и сам бы рад уехать к родственникам на Украину. Ну, с пустыми руками мне ехать тоже, я говорю, нет смысла. Что-то я, я говорю, 60 лет проживший здесь, и, я говорю, сюда приехать с пустыми руками на их неизживение. Это стыд, позор. Николай рассчитывал договориться на половину стоимости от продажи квартиры. Изначально 40, а затем 33 тысячи евро. Договориться не вышло. Мы тебе, я говорю, сюда так, в словах сказали, мы тебе тысяч 20 дадим, и то так, я говорю, сюда. Может быть, дадут, а может быть, и не дадут. Но бумаги предложения не зафиксировали. Уедешь, мы продадим квартиру, и тогда ты получишь деньги. Ну, вот в это можно верить? Да, вот я не знаю, как бы не было никакой уверенности. Да, поэтому пришлось вот в суд подать. А в суде они просто не согласны с иском. Говорят, что те факты, которые там вот приведены, они ничего не значат. Другая сторона категорически отказалась от интервью. Их позиция проста и понятна. В сложившихся обстоятельствах Николай вообще не вправе что-либо требовать. Как подтверждение ответ на судебный иск. Нина Фисенко всегда говорила, что она и Николай заключили соглашение, по которому квартира является раздельной собственностью прабабушки-ответчицы, и она завещает ее правнучке. Удивительное утверждение, поскольку из телефонной беседы с Дианой мы знаем, что о таком соглашении ей ничего не известно. С другой стороны, она подтверждает, что была готова на равный раздел до тех пор, пока ее не переубедила бабушка. И похоже, что ключевым обстоятельством стала новость о недействительном браке. Дело в том, что Николай и Снины вообще не знали о том, что у них брак аннулирован. И узнали об этом только в этот день похорон. Оказывается, меня, значит, Таллинский суд заочно развел меня. Самого решения суда нет, но якобы 60 лет назад суд по гражданскому делу вынес решение, которым признал брак несуществующим. Брак признали недействительным в январе 1958 года, год спустя после свадьбы Николая и Нины. В советское время был такой порядок, что если брак признавался недействительным или расторгался, то свидетельство о браке забирали. А свидетельство о браке у них на руках. Ни документов у меня, я говорю, что они брали, не вызывали ничего абсолютно, я даже знать ничего не знал, что я разведенный. Проверить, уведомили ли Николая и Нину о решении суда невозможно. Но нет сомнений, что они продолжили считать себя мужем и женой. Более того, таковыми они были и оставались как в глазах Советской Эстонии, так и Эстонской Республики. Какие там уж у них были отношения, но ясно из их заявлений, что они считали, что они в браке. Ордер на вселение в ныне спорную квартиру в 1976 году получил Николай. У нас было два пола детей, двух пола я, и нас было двое. Нам, на основании, это дали на расширение квартиры. Нина записана как жена, Надя и Саша, ее дети от первого брака, как дочь и сын по отношению к Николаю. Екатерина, мама нынешней наследницы Дианы, как внучка. Вы женились и воспитывали этих детей? Ну да, как своих. У меня в дедушке не было, разницы не было, ничего. Как говорится, все. Обращал внимание как на своих родных. При приватизации той же квартиры в 1994 году Нину и Николая также записали, как мужа и жену. Вместе с ней приватизировала на карточке. Тогда квартиру, сейчас смешно сказать, оценили в 18 900 крон. Причем большую часть взноса заплатил Николай. Приватизация была на жену сделана. Я даже не продал этому значение. А потом, после того, уже, говорится, все пере... И вкрутилось, и сказали, сейчас приватизация основная. Кто приватизирует, тот и хозяин. Николай мог приватизировать, значит, это была бы его вся квартира. Получается, тогда, сейчас бы Диана оказалась в такой ситуации, как Николай. Учитывая недействительный брак, теперь юрист-наследница Яника Дробот, которая, кстати, до нашего обращения даже не общалась с Дианой, трактует эти взносы как подарок Николая Нине. Можно такое утверждать, но маловероятно. Наверное, все-таки, если люди считали на протяжении долгого времени, что они в браке, а ведь это доказано, что они так считали. Даже в завещании, согласно которому все имущество Нины должно отойти правнучке, Николай назван мужем. И действительно, сложно поверить, что задолго до рождения Дианы Нина хотела оставить Николая вообще без всего. Но я все-таки рассчитываю, что судья увидит, что это общая собственность. Это я надеюсь на это. Ну и потом адвокат тоже старается доказать нашу. Даже если брак не действует, тогда можно говорить о компанийском договоре. Тогда два посторонних человека имели общую экономическую цель. Однако предугадать решение суда невозможно. В определенном смысле это лотерея для обеих сторон. Действительно жаль, что вот почему довело дело до суда, и чем это все закончится, и отношения портятся. Все могло быть по-другому. И все были бы... Ну, в общем-то, было бы всем хорошо. Но вот теперь всем плохо. Конечно, проще было бы договориться. Они как бы не отрицают, что можно было бы договориться и какую-то сумму выплатить. Но они не согласны, что это именно такая сумма должна быть. Оппоненты Николая считают, что старик слишком много хочет. Молодые родственники в отношении старых говорят, что слушай, тебе сколько лет, сколько лет ты жить собираешься, зачем тебе это все? Но это не их дело. Человек сам решит, что ему нужно и для чего. Главное, чтобы Николай красиво сделать, все-таки получил бы свою долю денег и уехал бы в Украину. Я считаю, что это правильное решение. Мне же надо жилье что-то такое покупать у себя. У меня сын живет, у него двухкомнатная квартира в Полтаве. У него шесть человек живет в квартире. Там мне, как говорится, не светит ничего. Поэтому надо, как говорится, что-то свое. Теперь же получается, что на 86-м году жизни потерял почти все. Любимую жену. Николай был очень предан своей жене. Ну что же, как говорится, не поднимешься, ничего не сделал. Конечно, скучно, столько лет проживший, конечно, скучаю. А теперь может лишиться своей доли квартиры. А вместе с тем надежды на достойную старость. В завершение. Предположение, что какая-то юридическая формальность абсолютно гарантирует право собственности над всем имуществом, неверно. Суд в определенном смысле это лотерея. И договориться, что называется, по справедливости всегда проще и безопаснее. Так и кошелек будет полнее. И совесть чище. Сходная цена и вежливый мастер. Потраченные нервы и выброшенные деньги. Как оставленное в интернете объявление могло обернуться кошмаром? И можно ли защитить себя от нечестных строителей? Об этом в сюжете Ильи Дочара. Решили сделать ремонт? Главное, чтобы было сделано. А строитель скрылся с деньгами. Как его потом искать? Остается только идти в суд. Такая ситуация, которая складывается, наверное, ежедневно у людей. В итоге выброшенные деньги, потраченные нервы и перспектива долгого судебного разбирательства. Как простые жители Эстонии становятся жертвами нечестных строителей? Июнь этого года. Героини нашей истории Кристина и девушка ее сына Елена решили сделать ремонт в квартире. Нужно было снять обои, которые, в принципе, мы сами сняли уже к этому времени, но там еще оставалась какая-то часть. Отшлифовать стены, покрасить стены, конфигурировать розетки, то есть провести электричество где-то с метра вниз в пол, то есть прорезать дырку и провести. Искать специалиста, который сделает работу, решили в интернете. Я поставила объявление в EITES Forum. Сказала, что вот такая вот квартира, примерно, что нужно сделать, примерно, какая будет за это плата, и стала ждать. Это такой же канал продаж, как и любой другой. В этом нет ничего плохого, если в интернете ищут работников. Подходящее предложение нашлось за считанные дни. Говорит такое, что вот у меня есть фирма, я занимаюсь официально, я вам это все в две недели сделаю, я могу сразу же с понедельника, в принципе, начать. Тянуть не стали и сразу подписали договор. При этом не обратили внимания, что подписывают договор не с фирмой, а с частным лицом. Янисом Альмерсом. Главное, чтобы было сделано, то есть нам это больше интересовало. Кроме того, в договоре была только стоимость материалов. Не была указана плата за работу, не оговаривались возможности проверки и сроки работ. Сложно понять, да, почему стороны должны были заключить и почему заказчик заключал на таких условиях договор, если она владела эстонским языком. Это мы с Кристиной не проследили почему-то. Мы когда встретились, мы настолько рады были, что нашли человека, что мы не стали проверять такие вещи. И как-то так даже не заметили, подписывая контракт, что сейчас кажется очень странным. В тот момент как-то так получилось. По большому счету для заказчика это не имело бы значения, если работы сделаны в срок. Два дня он был на объекте, два дня он присылал фотографии. И примерно он успел, что он успел сделать? Он немножко отшлифовал стенки частично. И то как бы он подстроился так, что на фотографиях выглядело больше, чем на самом деле есть. После этого в квартире Янис больше не появлялся. Начиная вот с третьего, так сказать, дня работы, когда он должен был работать, у него появлялись разные отговорки, отмазки, почему он не был на работе. В сумме за работу и материалы Янис получил около тысячи евро, после чего попросту пропал. Потому что у людей, к сожалению, отсутствует мотивация работать после выплаты. В итоге ни денег, ни ремонта. В чем же была ошибка Елены и Кристины? Можно ли было избежать этих проблем? Если что-то ищут и предлагают в интернете, первое, что стоит сделать, это поискать имя или другое ключевое слово в поисковике. Когда заключаете договор, обязательно проверьте лицо, с кем вы заключаете договор в интернете. Можно найти много возможностей для этого. Искать информацию о Янисе Елена и Кристина начали уже после того, как возникли проблемы. Мой молодой человек написал его имя в гугл, и первая ссылка, это на том же форуме, было предупреждение «Осторожный мошенник». Свидетельств о том, что Янис не выполнял обязательства, в интернете достаточно. Об этом пишут не только заказчики, которые платили ему за работу, но даже его родная сестра. Он всю жизнь был таким. Брал в долг и не возвращал, крысил вещи. Теперь это история со строительством. Когда-то давно он мне рассказывал, что стал хозяином фирмы и занимается строительством. Я подумала, что он опять химичит. Я была уверена, что это только вопрос времени. Так и оказалось. Узнав репутации Яниса и прочитав истории других обманутых заказчиков, Кристина обратилась в полицию. В определенных случаях, конечно, можно обращаться в полицию, писать заявление и смотреть, что они ответят. Она составила все, она расписала все по пунктам, просто сделала заявление. Ответ правоохранителей был предсказуем. Нет криминала, нет оснований начинать дело производства. Из-за того, что контракт был заключен с частным лицом, не смог помочь и департамент защиты прав потребителей. Когда заключаешь договор с частным лицом, единственная возможность решить спор в суде. Мы сейчас говорим о ситуации, в которой потенциальные расходы превысят значительно эту сумму, которую лицо пытается потребовать. У нас был разговор с Кристией, она сказала, что нет смысла, потому что даже если она пойдет в суд и на него откроют дело, и он будет виновным, то ничего из этого не выйдет. У него уже большие долги разным лицам и разные места, поэтому просто будет тратить денег в никуда, на самом деле. Ни полиция, ни департамент защиты прав потребителей помочь не могут. Суд обойдется слишком дорого и вряд ли принесет плоды. А значит, договор, который Кристина подписала со строителем, попросту бесполезен. Единственный оставшийся вариант – договориться с Янусом. Он говорил, что вы пришлите в ваш номер счета, и я вам верну. Мы прислали ему номер счета, и так она и осталась. То есть, ну, ничего не было. Каким-то образом здесь решить именно юридически этот вопрос очень сложно. И, скажем так, если только действительно через вашу передачу попытаться это урегулировать. Мы пытались связаться с Янусом, чтобы узнать его сторону этой истории. Но на наш звонок он не ответил. Видимо, не хочет с нами общаться. Похоже, что деньги Елене с Кристиной уже не вернуть. Здесь такая ситуация, которая складывается, наверное, ежедневно у людей, что, к сожалению, заключают договор с недобросовестным работником. Я бы сказала, что люди слишком сильно торопятся подписать эти договоры. Как и в случае с этим договором, они смотрят на цену, радуются и не думают о том, кто и какую ответственность будет нести. Если строитель сделает свою работу плохо или пропадет, как его потом искать? Я вот всегда думаю, как люди попадаются на такие истории, а вот так вот и попадаются на самом деле. Очень даже легко. В итоге простой ремонт обернулся для Елены и Кристиной кошмаром. Они потеряли время, деньги, нервы. Все потому, что они просто доверились вежливому человеку из интернета, вместо того, чтобы проверить, с кем имеют дело. Урок на тысячу евро. Уже во время подготовки сюжета к эфиру я не соответил на наши сообщения. Он полностью признал свою вину и заверил нас, что планировал связаться с Кристиной в ближайшие дни и вернуть ей все деньги. Учитывая, что с начала этой истории прошло уже более двух месяцев, в это сложно поверить. Однако, мы надеемся, что наше вмешательство поможет Кристине и Елене вернуть свои деньги. А на этом наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы благодарим вас за внимание. Ну а я, уважаемые телезрители, напомню, что вы всегда можете прислать нам свою историю. Для этого достаточно позвонить нам в редакцию по телефону 6-28-40-95, отправить нам электронное письмо по адресу inside-sobachka.err.ee или написать нам личное сообщение в нашей группе в социальной сети Facebook. Титры вы сейчас видите на своих экранах. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь всего через несколько минут мы с вами увидимся вновь в программе «Интервью недели». Сегодня наш гость, новоиспеченный член теневого правительства «Эстония-200» Игорь Тара. До встречи в эфире. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.